В предвкушении майских праздников не стоит забывать о том, во сколько они могут обойтись. Программа «Экономика» подсчитала издержки предстоящей шашлычной компании. Об этом прямо сейчас Роман Карлов. Здравствуйте, это программа «Экономика», хотя сегодня и суббота. Настоящие праздники – это не только мир, труд, май, но еще и шашлык. Городские власти это тоже понимают, поэтому в московских лесопарках в этом году специальных мест для пикников по сравнению с прошлым годом стало больше в полтора раза. Всего выделено около 250 таких зон. Стартующие массовые выезды на природу требуют решения многочисленных вопросов. Например, где, почем и какое купить мясо. Помощь тем, кто сейчас готовится к столь тяжелому для желудка майскому отдыху, Иван Пашков приготовил специальный обзор на заданную тему. Недостатка мяса для шашлыков москвичи на праздники испытывать не будут. По данным столичного департамента торговли и услуг, к 25 апреля городские запасы мясопродуктов составили 95 тысяч тонн. Это на 22% больше, чем год назад. Цены при этом на основные виды мяса, по данным префектур, за последнюю неделю не изменились. А вот их диапазон довольно широкий в зависимости от того, где это мясо вы решили купить. Минимальная цена за килограмм начинается с 300 рублей. Самый быстрый вариант – готовые шашлыки – обойдется значительно дороже. Например, нарубленную и маринованную свинину интернет-магазины предлагают по цене 500 рублей за 1 килограмм 300 граммов. В офлайн-продаже ценники примерно те же. Полуфабрикат из куриного мяса стоит около 200 рублей, из индейки – порядка 300. Собираясь на рынок забараниной, нужно помнить, она постепенно становится для Москвы элитным продуктом. Рестораторы отмечают, что за последние полтора года спрос на этот вид мяса резко вырос. Крупные партии баранины теперь везут в Москву национальные диаспоры. Но эти объемы на свободный рынок не попадают и не влияют на цены. Поэтому оптовые ставки достигли 400 рублей за килограмм на кости. Все прекрасно понимают и знают, что если они идут на шашлык или кто кого-то приглашает на шашлык, это в любом случае будет курица и свиной шашлык. Мы вот сейчас отслеживаем следующую динамику. Очень сильно, сильно выступает на первой позиции шашлык из баранины. Свиной шашлык теперь не как лидер. То есть не как лидер по продажам. Сейчас лидер у нас идет бараний шашлык, изделия из рубленой баранины, натуральные котлеты из баранины со специями, с кинзой, жареные тоже на решетке. Ну и птица. Благодаря массовым закупкам себестоимость килограмма сырья для шашлыка из свинины и говядины обходится ресторану приблизительно в 300 рублей за килограмм. То есть около 75 рублей за порцию. В меню заведения общепита минимальные расценки за эти 250 граммов мяса с шампура – 180 рублей. Но чем выше качество продукта и статус заведения, тем дороже. Примерно в цену ресторанных блюд – рубль за килограмм – обойдется и самостоятельно приготовленный шашлык, если делать его из экологически чистой свинины. Стоимость мяса, ну вот эти элитные части, шейка – 1000 рублей, 1030 рублей. Килограмм. Килограмм, да. Но это с доставкой на дом фактически. Вам доставляют в пробки, не пробки, значит, вам привозят этот заказ на дом. И фактически свина забивается под, можно сказать, под заказ, ну не в буквальном смысле слова, но за несколько дней. И в охлажденном виде в вакуумной упаковке, где тоже происходит дальше процесс дозревания, оно сразу же доставляется на дом покупателю. Такие расценки позволяют предпринимателям выращивать животных в два раза больше, чем на крупных свинофермах. Вместо пяти месяцев – 11. В естественных условиях – без применения различных добавок и стимуляторов роста. Однако для рынка элитных продуктов майские праздники – не пиковый, а скорее мёртвый сезон. Большая часть клиентов уезжает на отдых за рубеж или на дачные участки и перестаёт заказывать экологически чистые мясопродукты с доставкой на дом. Поэтому горячая шашлычная пора для фермерских компаний начнётся уже после майских. Иван Пашков, Москва, 24. Куда стремятся цены на мясо в Москве и какие шашлыки скоро можно будет отнести к недешёвому удовольствию? Сейчас динамика оптовых цен на мясо может порадовать, пожалуй, только любителей куриных шашлыков. А вот оптовые цены на говядину уже который год уверенно ползут вверх. И, судя по всему, шашлыки из неё будут дорожать и далее. Менее драматичная картина складывается в секторе свинины, но и её цена демонстрирует уверенный рост. В Министерстве сельского хозяйства считают, что через два года Россия полностью закроет свои внутренние потребности по производству свиного мяса. На модернизацию предприятий по производству свинины государством ежегодно будет выделяться по 6 миллиардов рублей. Но это всё в планах, а сейчас отечественным свиным мясом мы обеспечиваем себя только наполовину. Так что, если вы не уверены в происхождении купленного мяса, то оно вполне может оказаться бразильским, немецким или даже канадским. В связи с этим многое может измениться после вступления нашей страны во Всемирную торговую организацию. Например, после вступления в ВТО импортная пошлина на ввоз живых свиней снизится с 45% до 5%. Вроде бы это должно означать для нас, что тот же шашлык подешевеет. Заметь, что сейчас на свиные туши у нас выше, чем в Европе чуть ли не в два раза. Но вполне возможно, что после вступления в ВТО свинина станет дешевле только у отечественных производителей, которые из-за роста заграничных поставок вынуждены будут снижать свои цены. А вот изменятся ли розничные цены на прилавках магазинов – другой вопрос. Многое будет зависеть от доброй воли ритейлеров. Впрочем, почему обязательно выбирать между свининой или бараниной? Экзотические варианты шашлыков все больше завоевывают сердца любителей отдыха на природе. Например, недавно я готовил шашлык из такой довольно редкой и дорогой рыбы, которая называется потоконский клыкач. В ресторанах ее называют чилийский сибас, кое-где на прилавках ее можно найти. Шашлык получился удивительным. Мне оказалось странным. Рыба, которая вводится в антарктических водах, где-то там между Чили и Антарктидой, и вдруг эта рыба идеально подходит для шашлыка. Поэтому нет такого региона в мире, где нельзя было бы приготовить шашлык, если это только что упомянутая нами Антарктида, либо Антарктика, где просто-напросто ни дров, ни угля нет. Если есть уголь, и если есть что пожарить, то непременно получишь шашлык. А теперь полезная информация для тех, кто собирается оснастить свои дачные участки всем необходимым для приготовления шашлыков и барбекю. Для вас наша рубрика «Экономия на вскидку». Для тех, кто основательно подходит к вопросу приготовления мяса, рекомендуем комплекс для барбекю Палацетти Нового Вулкана. Столешница из мрамора солиада, крыша из меди. Помимо печи есть еще и электрический вертел. Купить все это можно за 905 тысяч рублей. Бюджетный вариант той же итальянской фирмы. Большой барбекю из вспененного бетона. Рабочий стол из красной мраморной крошки. Двойная высокоустойчивая жаровня. Электровертел также в наличии. Цена 200 тысяч рублей. Для тех, кто все же предпочитает именно шашлыки, есть вариант мангала из декоративного металлопроката. Все элементы декора этой восточной сказки изготовлены методом горячей ручной ковки. Цена 89 тысяч рублей. Тем, кто не может определиться, где же следует устанавливать мангал во дворе, рекомендуем передвижной вариант на колесах. Корпус, стенки и днище топочной камеры выполнены из толстой стали. В крышке установлен термометр и отводная труба с поворотной заслонкой. Покупка обойдется в 45 тысяч. В качестве еще более мобильного варианта предлагаем так называемый мангал-дипломат, изготовленный из жаропрочной стали. Он легко разбирается, превращаясь в чемоданчик с ручкой. К нему прилагается 6 шампуров и сумка из полиэстера. Цена 3795 рублей. Самым бюджетным вариантом можно считать мангал под символичным названием «Бойскаут», состоящий из двух опор на ножках и 6 шампуров из нержавеющей стали. Найти эту мечту туриста можно всего за 206 рублей. Всех, кто на грядущих выходных не планирует покидать столицу, с нетерпением ждут московские торговые центры. Сегодня в нашей традиционной рубрике «Скидочный уикенд», в которой мы изучаем актуальные скидки и спецпредложения, рассказ о самых интересных вариантах потратить деньги в Крокус-Сити-Моле на 67-м километре МКАД или прямо напротив выхода из станции метро Микинина. Итак, в магазине Московского ювелирного завода проходит акция «Золото-бриллианты». Скидка 55% на украшения с бриллиантами, а на некоторые украшения из золота скидка достигает аж 60%. В салоне одежды и аксессуаров «Патриция Пеппе», а спецусловия для держателей карт «Мастеркард». Для тех, кто будет расплачиваться картами «Голд» или «Волд», скидка 10%, а владельцы карт «Платинум», «Волд Блэк Эдишн» и «Волд Сигния» могут сэкономить 20%. До конца апреля в магазинах мужской моды «Эгоист» действуют скидки до 50% на обувь из прошлой коллекции. Например, кроссовки «Ковальские» можно купить за 6195 рублей, а черные туфли «Марка Пола» за 3500. Салон немецкой мебели «Атриум» проводит большую распродажу выставочных образцов скидки на модели мебели с экспозиции от 15 до 50%, но предложения ограничены. И, наконец, дилерский центр «Ояма Моторс» объявляет о распродаже мотоциклетной резины. Цена на «Пирелли» от 5816 рублей, а на «Метцеллер» от 7200. Ну и завершение программы, как всегда, о самых выгодных курсах валют в московских обменниках. На этот час доллар в столичных банках стоит минимум 29 рублей 37 копеек. А купить евро сейчас можно по 38,95. Лучшие предложения о покупке валюты от столичных банков выглядят следующим образом. Доллар 29 рублей 36 копеек, евро 38,95. Новая порция экономической информации уже совсем скоро.